Девочка-пай Иисус указал путь, мы за ним идем в сердце, в этой истине вся суть, и превыше ее нет. Иисус указал путь, мы за ним идем в сердце, в этой истине вся суть, и превыше ее нет. Моя проповедь сегодня будет называться, я ее назвал так, как изменить свое состояние, у каждого есть состояние, правда? Есть душевное состояние, есть духовное состояние, есть физическое состояние, умственное состояние. Итак, изменить состояние – это изменить содержимое. Очень часто мы хотим что-то поменять в своей жизни, точнее не поменять, потому что принцип освобождения – это и есть принцип замены, но мы хотим освободиться от чего-то, не приобретя взамен нового. Но прежде мы прочитаем Библию, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 10-11 стих. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и в предни греши». Можно так сказать, Иисус сказал, «Я прощаю тебя, иди и впредь не греши». Мы верим во всемогущего Бога. Всемогущий Бог – это значит, что Он может все. Верить в Бога – это верить в способность Его помогать и помочь тебе в любой ситуации. Это верить в то, что Он способен освободить тебя, Он способен исцелить тебя, потому что Он всемогущий. И, дорогие братья и сестры, создавая человека, Бог создал принципы существования человека, принципы жизни. Например, мы читаем, когда Господь создал Адама, Он сказал, «Нехорошо быть человеком одному». Заметьте, есть вещи, которые не хороши для человека, и есть что-то, что хорошо для человека. И очень часто люди, они говорят, «Я не чувствую, чтобы это было хорошо, или я не чувствую, чтобы это было плохо». Но суть не в наших чувствах. Суть в том, что сказал Бог. Есть что-то, что нехорошо. Подумайте вот над этим. Он создал человека, Он создал Адама. И Он коснулся некоторых вещей. Нехорошо быть человеку одному. Удивительно, как этот принцип с самого же начала. Бог говорит, если человек один, если человек одинок, ему нехорошо. Он не может правильно функционировать. Но Бог не просто констатировал, что это нехорошо. Бог сразу же предлагает решение проблемы. Бог сразу же предлагает решение вопроса. И Бог решает. Он говорит, «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Это очень важный принцип. Принцип замены. Принцип замены одного состояния на другое. Заметьте, Бог не просто сказал, «Нехорошо быть человеку одному». Ну, конечно, я проконсультирую его, как ему жить в таком состоянии, как ему бороться с этим состоянием. Нехорошо быть человеку одному. Но я постараюсь силой своей помочь ему освободить его. Нет. Он говорит, не просто, что «Нехорошо быть человеку одному, и ты борешься с этим». Господь говорит, чтобы ты был счастливым, ты должен перейти в другое состояние. Я создаю для тебя помощника. Это важный принцип. Важный принцип освобождения. От любой зависимости, от любого беспокойства. Принцип замены. Иногда люди хотят освободиться. Они хотят от чего-то освободиться. Но не понимая принципа замены, мы будем искать, мы как бы будем в поиске освобождения, не понимая, каким образом оно приходит, не понимая, каким образом его удерживать. Этот принцип касается освобождения, исцеления и всех сфер. Когда мы говорим о свободе, люди думают так, что «Да, есть что-то, что меня беспокоит. Есть что-то, что меня беспокоит. Я хочу, чтобы Бог освободил меня от этого». Другими словами, они имеют в виду, я хочу, чтобы Бог вытащил это из меня. Чтобы этого не было у меня. Но принцип освобождения, он немножко другой. Мы посмотрим сегодня через всю Библию. Не просто Бог что-то вытаскивает. Он не просто от чего-то... Если он просто из тебя что-то вытащит, там останется пустота. Принцип освобождения – это принцип замены. Одного состояния на другое. И если человек, даже если человек больной, болеет, если хроническая болезнь, он привыкает к этому состоянию. И иногда исцеление, поэтому мало-помалу происходит, постепенно. Потому что мышление одно, и мышление создает состояние. Человек хочет освобождения от состояния, но Бог мгновенно может освободиться. Но Бог не может мгновенно изменить твое мышление. Человек не может быть здоровым с мышлением больного. Человек не может быть счастливым, если у него мышление депрессионное, если у него мышление, он одинок и так далее. и вот я хотел бы посмотреть эти вещи коснемся вот этих простых моментов одиночества депрессия когда человек бесцельной жизнью живет люди хотят просто освобождение что они имеют виду они говорят господь я одинок я хочу освобождение что они имеют ввиду они имеют ввиду господь освободи меня от чувства одиночества освободи меня господь от чувства депрессии просто возьми и вытащи но каким же образом это происходит если человек одинок что-то спровоцировала это человек не может получить освобождение от чувства одиночества но оставаться в тех условиях которые спровоцировали это одиночество и быть свободным они говорят господь вытащи из меня одиночество интересно господь даже в едемском саду человеку он не сказал тебе не хорошо быть одному я вытащу из тебя это одиночество и чё ходить с этими зверями называть их уже вроде всех назвал что еще с собой делать не понимаю господь не говорит я вытащусь тебя он говорит я заменю твое состояние я даю тебе помощника тебе не надо придумывать велосипед а мы пытаемся придумать велосипед господь освободи меня чувство одиночества но она compte чем то спровоцировано почему человек одинок почему человек одинок и если у человека есть чувство одиночество обычно он обижается на прямые вещи но я прямо скажу человек одинок только по той причине что это его выбор это его решение икто скажу пастор ты не понимаешь бывают такие обстоятельства. Дорогие братья и сестры, когда вокруг нас тысячи людей, и быть одиноким, это только выбор. Когда человек сидит один дома, он просто одинокий по жизни, это его выбор, потому что вокруг есть все возможности сегодня, чтобы не быть одиноким. Когда человек в депрессии, это его выбор. Это его выбор. И не надо говорить, что это генетика, что это наследственность, что это склонность. Вот вы знаете, я склонный к депрессии, склонный к меланхолии. Это выбор человека. Потому что он не выбирает наполниться. Почему депрессия? Да потому что цели в жизни нет. Реальной цели. Потому что нет интереса в жизни. Да, человек при этом может работать, что-то делать. Ну, ему неинтересна эта работа, а он не хочет искать интересную работу для себя, для каждого интересная. Своя работа. Это его выбор, по сути. И человек что хочет? Он говорит, Господь, освободи меня от депрессии, освободи меня от одиночества. Но Господь говорит, я не просто хочу тебя освободить, потому что ты не сможешь удерживать эту свободу. Ну, что ты хочешь? Если даже Адаму в Едемском саду, где было идеальные условия, болезни не было, проклятия не было, ничего не было проклятого, и даже в этих идеальных условиях Бог говорит, тебе нехорошо быть одному. Но не просто я тебя проконсультирую, психологическую консультацию тебе дам. Нет, я заменю твое состояние. Навел на него глубокий сон. Бог иногда такие операции делает Духи. Тебе надо перестать что-то, может быть, контролировать и довериться, и делать то, что Дух Святой говорит. Бог хочет менять наше состояние. Если человек в депрессии, ему надо найти интерес в жизни. Кто за него найдет? Люди говорят, Бог, дай мне интерес к жизни. Ну, нет, это же не Божья компетенция, дать тебе интерес в жизни. Ты сам должен найти, что тебе интересно. А мне ничего не интересно. Ну, так не должно быть. Вы знаете, как верующие должны жить? Ложишься вечером в предвкушении завтрашнего дня. И весь день у тебя наполнен. Ты в постоянном развитии. Книги читать надо. Понятно, если в Фейсбуке сидеть целый день, челкаешь там, щелкаешь, смотришь, как все живут, хорошо. А знаете, в Фейсбуке что выставляют? Все самое лучшее. Никто тебя не выставит, какого-то депрессии сидит, да? О, класс, и я не один такой, да? Ва, лайк поставил, прокомментировал. Брат, ты мне брат, да? Нет, выставляют, что? На море где-то, да? Там, в ресторане где-то. Там раз в 10 лет в ресторан сходил, но по фотографиям кажется, что просто там прибывает человек. и ты говоришь, счастливый какой. А я так живу. Но знаете, мы определяем, как нам жить. Аминь? Аминь? Найти интерес к жизни, найти какое-то, знаете, занятие, хобби, что угодно, но мы не имеем права жить в депрессии. Но я сейчас говорю больше не об этом. Я говорю о принципе освобождения. Потому что этот принцип касается всего. Ты не можешь просто получить как бы освобождение в плане, что Бог что-то вытащил. Нет, ты должен наполниться другим. Депрессия это всегда это всегда вторично, как чувство депрессии. Первичное мышление, первичные мысли, а депрессия как состояние. Это результат мысли. И мы не можем освободиться от депрессии, не освободившись от образа мышления, который привел нас к депрессии. Также церковь. Вот я думаю, насколько церковь должна быть ответом для людей. Мы говорим о важности домашних групп. Почему важны домашние группы? Потому что смотрите, тот же принцип замены. Пришел человек первый раз в церковь. И вот Господь его коснулся. И Господь его простил грехи и спас его. Но что дальше? Мы как бы говорим, знаешь, ты пришел к Господу, Господь дает тебе новую жизнь, Господь хочет тебя освободить. И он думает, там есть некоторые друзья, с которыми лучше не общаться. Бывает такое, да? Неверующие. Но как он их оставит, если он ничем не наполнится, если у него не появятся новые друзья? Ну, понимаете, да? Правильно же. Получается, как природа не терпит пустоты, это Аристотель сказал, да? Но на самом деле перевод правильный. Природа боится пустоты. Не просто не терпит, природа боится пустоты. Потому что там, где пусто, туда приходит что-то. И заметьте, когда ты хочешь быть благословенным, ты напрягаешься, ты приобретаешь благословение, ты приобретаешь мудрость, приобретаешь знания. А вот глупость и так далее, даже напрягаться не надо, само приходит. Правда же? То есть, заметьте, это так же, как в огороде. Вот, чтобы картошка выросла, надо посадить, чтобы бурьян, ты что, садите, оно само все прет. Да. И поэтому природа боится пустоты. Там, где пустое мышление в плане, что нет никаких целей, нет ничего, чтобы интересовало, туда дьявол мало-помалу, он просто сеет всякие вещи. Заметьте, как написано. Сын человеческий посеял семя, но когда люди спали, пришел кто? Враг. И посеял плевелы. И вот слуги, господина говорят, мы не понимаем, откуда плевелы. Мы же не садили плевелы, а плевелы ты не садишь. Враг сеет плевелы разными путями, разными способами, но мы не можем освободиться от чего-то, не наполнившись противоположным. Видите, оно все в противоположности. Ненависть, любовь. Нет любви, значит, будет ненависть. Есть любовь, значит, не будет ненависти. Одиночество. Значит, там есть пустота и есть принципы библейские. И человек говорит, я хочу освободиться от одиночества. Одиночество – это как принцип, как пример. Я хочу освободиться. Господь, освободи меня. Господь говорит, ты должен наполняться чем-то другим. Начни общаться с людьми. Начни приобретать друзей. Господь, как мне приобретать друзей? В Библии об этом написано, как приобретать друзей. Это другая тема. Но ты не можешь освободиться от одиночества, проводя свою жизнь один, ни с кем не общаясь, никого не приглашая. Ну, такого не бывает. Понятно, не должно быть другой крайности, что даже Иисус временами был один в пустыне. Конечно, мы ищем Господа. У нас есть личные взаимоотношения, когда мы один на один с Богом. И также я хочу сразу сказать, что жизнь, она не полностью безоблачна. И иногда мы переживаем и чувство депрессии, и чувство бесцельности. но это не должно нас ввергать в еще большую бесцельность, а когда ты переживаешь чувство бесцельности, это для того, чтобы ты опять обновил свое видение. Но когда человек не знает, что делать со своей жизнью, это самая большая проблема, когда человек не знает, что ему делать с самим собой. он не знает, что ему делать со своей жизнью. Он не знает, какие у него есть дары. Он не знает, какие у него есть таланты. Он не знает, какое у него есть призвание. Он ничего о себе не знает. Самое сложное, когда это касается христиан, которые много лет церкви. Я понимаю, когда люди без Бога. Они опускаются, и некоторые уходят вообще в самые низы, как говорится, жизнь. И понятно, что они не знают, кто они до конца. И то, как-то умудряются найти себя. Малевич взял, нарисовал квадрат. И просто вошел в свою судьбу. И заработал деньги, я не знаю. Я как как вот предстоит некоторая самооценка высокая. Ты бы нарисовал треугольный квадрат, ты бы никогда бы за столько не продал. Он нарисовал, а нечего делать. Чирканул. Столько-то стоит. Неважно. Это не верующий. Но верующий ходит в церковь, читает Библию. Читает Библию. И не знает, кто он. И он постоянно задается вопросом, кто же он? Потому что он думает, кто он, это должно, должен Бог за него созидать его. Нет. Ты находишь кто-то, и ты созидаешь себя в нем. Это цель жизни. Итак, смотрите, мы прочитали, да, Евангелие Теана, 8 глава, 10-11 стих, мы прочитали. Иисус простил эту женщину. Но не просто простил. Видите, когда человек нуждается в прощении, он согрешил, он что-то сделал неправильное, если он не наполняется новым, он возвращается к старому. Он сказал, да, я тебя не осуждаю. И иногда мы так говорим, да, Господь не осуждает. Братья и сестры, грех разрушает человека. Он разрушает все вещи, которые Бог дает. И Господь говорит, я прощаю тебя. Иди и впредь не греши. Иди и займись нормальным делом. Перестань быть бездельником, потому что бездельники грешат. От нечего делать. Он говорит, иди, займись делом, наполни себя наконец-то чем-то. Перестань быть пустой женщиной. Перестань быть пустым мужчиной. Бог так сказал ей. Перестань, иди, не греши больше. Что ты делаешь со своей жизнью? Наполнись чем-то. Потому что если она уйдет и не наполнится новым, не наполнится жизнью, не наполнится Богом, она не победит свой грех. И знаете, иногда люди говорят, я наполнен Богом. Это все абстракция. Наполнение Богом, оно видно. Потому что Бог не приходит пустым туда, к нам и тоже не знает, что делать. Тоже одинок там ходит по нашему духу. Негде преклонить голову ему там тоже. И мы оба с ним ходим, как странники и пришельцы по этой земле. Нет, конечно же. Когда Бог приходит, Он приносит мудрость, приносит благословение. Аминь. Он не приносит безысходности. Некоторым верующим надо идти к неверующим, чтобы они поддержали немного. Да? И так бывает, что неверующего спасают неверующих. Да ладно тебе, Бог тоже тебя любит. Помните, я рассказывал, как Бог мне даже через неверующего друга проговорил. Ну, я тогда так в поисках был, я такой запутался. Я рассказывал, когда-то я давно там перед тем, как я уже по-настоящему пришел в Бог. Это было далеко, в Архангельске было. Я там в одну церковь так похаживал, но не каялся, потому что друзья неверующие, все эти такие, жизнь такая неверующая. И друзья уже знали, что я хожу, и все подкалывали меня. И однажды я пришел так же в собрание, туда, в этот свой коллектив. И один мне говорит, там, в магазине, это начало 90-х было, как раз в магазинах стояли, знаете, там, говорит, твои стоят. Я думаю, класс, схожу, посмотрю, что за мои. А там была женщина, свидетель Иегова. Я не знал же, что Иеговы есть, христиане, что это. И она меня так загрузила, что я уже не понял, я запутался. Я пришел, и к этому неверующему другу такой друг только простулся. он пил перед этим много. И такой сидит, и я такой, знаете, уже некому сердце открыть, и ему. Я говорю, знаешь, я запутался. Одни говорят, Христос есть истина, вторые, Иеговы есть истина. Что есть истина? И этот друг такой сидит, и мне так положил, плечу, руку на плечо, говорит, не переживай, Иисус есть истина. Мне стало так спокойно. Я вот столько лет прошло, больше 30 лет прошло, я помню, как Бог проговорил мне через неверующего. Иногда мы, понимаете, а мы, которые должны поднимать других, написано, великое злое видит, князья ходят пешком, рабы на конях. Мы в Боге. Итак, хорошо, я не хочу уклоняться. Давайте посмотрим, посмотрим Евангелие от Матфея, 12 главу. Вот этот принцип, принцип освобождения, принцип замены, если что-то тебя беспокоит, если что-то тебя тревожит, ты должен не просто освободиться от этого, ты должен заменить это на противоположное. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 43 стиха. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Заметьте, каким дом он находит? Незанятым. Выметенным, убранным, но незанятым. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того, последнее, хуже первого. Итак, Иисус говорит об этом принципе. Нечистый дух выходит, Бог освобождает. Кстати, это причина, я еще немножко скажу сегодня об этом. Почему? Очень часто Бог не освобождает нас моментально. Потому что, когда остается пустота, природа боится пустоты. Мы не в состоянии удерживать. Иногда происходит исцеление постепенно, освобождение постепенно. Видите, дух злой вышел из человека, но человек не наполнен свой дом. И я встречал людей, которые, кажется, что получали освобождение, но потом они приходят еще в худшее состояние. Потому что они думали так, но Господь же меня освободил, и они теряли ответственность за свое освобождение. Они не заботились, чтобы дом был наполнен. Поверьте, братья и сестры, освобождение, любое освобождение, может быть, вы так никогда не думали, оно условно. В духовном мире нет остановки. Или ты идешь все время вперед, или ты скатываешься назад. И когда Бог освобождает от любой зависимости, от курения, от алкоголизма, от любой зависимости, знаете, как этот есть клуб анонимных алкоголиков, да? Понятно, что там постоянно неправильные исповедания, но они принципы ловили. Они, когда знакомятся, они там уже не пьют 10-20 лет, но они говорят, я алкоголик. Алкоголик Федя. Понимаете? Потому что они понимают, как только они забудут об этом, они опять начнут. Поэтому они встречаются, они с друг другом опытом делятся, 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 да? Что-то там еще. Потому что, когда Бог освобождает, не, я не хочу никого напугать, слава Богу, за освобождение, но ты постоянно его хранишь. Ты постоянно наполненным себя хранишь, потому что ты должен иметь эту ответственность. Бог освободил человека от одиночества. Предположим, он убрал это чувство на какое-то время. Но человек не взял ответственность, и он пренебрегает этими принципами общения. Он говорит, а с чего мне общаться с кем-то? Мне хорошо одному, мне стало хорошо одному, мне было не очень одному, но стало хорошо одному, Господь меня любит. Я общаюсь с ангелами. Крылья их шелестят над моей головой. Ой-ой, я боюсь туда тебя. За тебя, точнее, боюсь. С те ангелы над головой, те люди не нужны, а ангелы. И вот этот дух одиночества, который вышел, ему так, он не может найти еще одного второго одинока, кому бы ему опять зайти. Он ищет, ходит, покоя нет ему, и думает, пойду схожу назад к своему бывшему, как говорится, домику. Кто там живет, интересно? Он приходит, смотрит, дом пустой. Ой-ой, надо назад туда войти. И потом человек говорит, я не понял. Опять старые искушения, опять старые мысли. Да я жив жестоко в верующей, я жестоко в церкви. Но почему старые искушения? Да потому, что не наполнен дом чем-то другим. И мы столько времени тратим на пустоту, на пустые вещи, которые вообще никак не улучшают нашу жизнь, никак нас не развивают. И мы думаем, что все нормально. Поэтому, видите, вот этот принцип, что надо наполнить себя. Можно каждому походить на консультациями, выбирать, кто же лучше психолог для меня, какой лучше служитель, какой лучше пастор. Но это не поможет. Потому что, смотрите, когда человек приходит к тебе с проблемой, ты не можешь заставить его жить правильно. Если ему просто нравится быть в таком состоянии, чтобы ему все помогали, чтобы его все несли на руках, ты не можешь ему помочь. И сколько бы ты не советовал, и он скажет, да что толку от его совета, ничего я не освободился. Так а как ты освободишься? Возьми и освободись. Поменяй свое состояние. Я грустный, я все время грущу. Так начни радоваться. Понятно, ты все время грустный, потому что ты все время думаешь о грустных мыслях. Правда же? Вы когда-нибудь пробовали быть радостным, думая о грустных мыслях? Нет. Но теперь ты начинаешь думать о радости. О том, что Господь для тебя сделал. О судьбе. И ты думаешь, я буду становиться тем, кем Бог меня создал. И все, тогда ты уже не грустишь. Знаете, еще одно место посмотрим, второзаконие 7 глава. Однажды Господь показал мне это место Писания, когда в начале своего уверования, опять-таки, это не новая история, вы ее знаете. Я боролся с этой депрессией, с этим проблемом я рассказывал, они будут касаться опять этого. Но это было три года минимум. Я так устал, я был на упрощенном. Однажды я молился, я говорю, Господь, я не понимаю, почему ты не освободишь меня от этой депрессии за одно мгновение. И вот, знаете, я иногда говорю, Бог сказал, я могу в чем-то сомневаться, но в тот раз это точно мне Бог сказал. Я не знал об этом. И Господь мне сказал. Вот Господь просто, потому что до этого я год или два молился, и я не знал, Бог тоже мне каким-то образом говорил, я не всегда его узнавал, но в этот момент я точно знал, что сказал Бог. И Господь сказал, я могу тебя освободить сразу. И Господь начал мне объяснять, как ребенку, Он говорит, понимаешь, твоя проблема занимает часть тебя, я могу это вытащить, но там будет пустота, ты не сможешь это удержать. И Господь сказал, я тебя освобожу постепенно, когда твой духовный счет будет возрастать, и твоя вера будет возрастать, ты вытеснишь эту проблему. И это проблема, которая меня беспокоила. Я даже не заметил, как она ушла. Я несколько лет сражался с ней, как мне казалось, я сражаюсь. Потом она ушла, и я вдруг увидел, что мое состояние другое. Я стал другим. И Господь дал мне это местописание, тогда, в Тарзаконе 7 глава. Это с 22 стиха. И будет Господь Бог твой выгонять перед тобой народы эти мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Итак, смотрите, есть обетованная земля, которую Господь им пообещал. Но Господь сказал, я могу освободить для вас ее сразу, но это не тот вариант, потому что вас слишком мало. И представьте, земля огромная, и туда пришло небольшое количество народа, они расселились, и он говорит, умножатся звери полевые, и звери умножаются, потому что нет людей, эти звери нападают на них, они разоряют. И Господь говорит, нет, я буду давать вам частями по мере вашего роста, по мере того, как вы будете расти. И этот принцип Господь использует до сих пор. Твой внутренний человек растет, ты чем-то наполняешься, и мы никогда не можем обвинить Господа. Мы никогда не можем сказать, Господь, ты что-то мне не дал, потому что Господь знает, что любое состояние, в каком бы ты ни был, мы привыкаем к нашему состоянию, мы свыкаемся с нашим состоянием. Если меняется состояние, но не меняется мышление, мы возвращаемся к старому состоянию. Наше мышление провоцирует наше состояние. Я всегда говорю, когда консультировал кого-то по поводу депрессии, и практически люди не верят, я говорю, о чем ты думаешь? Люди говорят, я не думал ни о чем таком плохом, потому что это уже настолько подсознание, что они даже не замечают, как они изо дня в день прокручивают, 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 рисуют вот эти картины. Просто они чем-то недовольны, и они не понимают, что ты не можешь, имея такие мысли, жить в радости. Депрессия приходит. И если Господь освобождает такой человек, как от чувства, враг обманет его. Также касается исцеления. Все, человек облуждающая мысль. Он постоянно блуждает мысль. Он не видит себя исцеленным, и даже когда за него кто-то молится, радость не приходит к нему. Вы знаете, иногда, вот я всегда замечал, человек говорит, помолите за мою нужду. Ты молишься, а я смотрю на его настроение, оно стало спрежним, нерадостным. Потому что Господь отвечает, но человек в мышлении не верит в это. Он уже привык, он думает, как это все поменяется. Поэтому, когда ты молишься, Господь освободи, Господь исцели, Господь начинает эту глубокую работу. ты должен наполняться, наполняйся здоровьем, наполняйся радостью, наполняйся целями, развивайся. И Бог так создал человека, его душу и дух, что его душа и дух всегда растут, всегда развиваются. Никогда нет остановки. Поэтому, сколько бы тебе сегодня не было лет, купи какие-то хорошие книги. И каждый день читай, каждый день развивайся, каждый день становись кем-то. И, конечно, будут люди, которые будут говорить, надо тебе это, тебе уже вот сколько, тебе уже 45. Ты скажи, мне надо много, 45, 50, 60 надо больше, чем 20. Это точно. Ты хочешь больше. Наполняйся.